швейная лавка пока закрыта одна из еще одна открыта обезьян дикой обезьян до встречи буси-буси пока не знаю как войны я реально я вижу в этом столько любви просто что-то в тюфтю прибрать они думают что им как-то поможет кровь козы она им поможет я вам говорю я вас уверяю дальше делег с вами буддистка кэд здравствуйте дорогие зрители еще один прекрасный день в фото партии я наконец-то в платье купила себе тапочки и сумочку тапочки вчерашние не нашла других чем не тут до отъезда подносить всего ничего а сумочку купила тоже вот сколько на там 260 рублей но я ее я только ее это самое оприходовала разложила там все в ней попробовала открыть закрыть пару раз сломался замочек я пришла к ним поменять а там все сумочки такие именно вот один замочек задний не работал поэтому я пойду попробую сейчас отдать тейлору сказали что недорого починка руби 20 максимум 50 сейчас мы это проверим да проверим узнаем и и будет у меня новая сумочка пока со своей старой си сейчас 4 часа дня даже подремала немного выползла я подумала чё смысл выползать раньше если все равно будет все закрыто все будут отдыхать что-то толпа собралась возле входа может пускают хотя пускали я видела через габарангейт а здесь что я говорю вчера мужчина был настолько вот говорит он сто процентов а шрам откроют сто процентов и вот какое-то ожидание либо это но временно 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 же бы запускали на какой-то период я не знаю на часа два или на сколько маловато конечно но смысл без заселения погулять погулять да зарядиться положительной энергией тоже хорошо но я как-то считаю что вся вот эта энергия да она рассредоточена по всему путапарте конечно во шраме сто средоточения но если это энергия она же не может находиться только в одном месте она же движется она же в движении это мои мысли я вообще не претендую на истинность каждому свое свое мнение каждый верит в то что хочет верить это пожалуйста каждому свое у меня такое мнение швейная лавка пока закрыта одна из еще одна открыта но спрошу у них может они мне поможут поможут а хао мачто фикс форти рупис окей а венитве обе ради вивнинг вивнинг тодей окей тэнки ну вот за сорок рупий почини тэнки сайрам прелестно прелестно и того сумка вышла триста рупий ну и нормально свое прошлое такое со всякими бусинками там такую пластмасску я вроде тоже около трехсот брала пойду пойду мамошек покушаю если они открытые надеюсь что открытые обезьян дикий обезьян топ 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 идет так открыто не закрыто пока а они с пяти открыли ну ладно пойду кокосик тогда выпью тут всегда можно найти чем заняться да дикий обезьян такой прямой то вот это тоже обезьянки качаются а это их прям незаметимо она подкралась профессионально сайрам 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 сладенький вкусно вкусно У меня там всегда было всё закрыто. Где там идёт? Не Леночка, случайно? Не. Иди в уеку, Исидькову. Это, Леночка, я тебя уже издалека прям увижу. Ай, ну подожди, Серёжка. Ой, 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 ой. Мы сцепились с Серёжками. Привет, и куда идёшь? Я иду к Люде. А, я просто гуляю. Тё, пока-пока. До встречи. Буси-буси, пока. Ой, так по щебетали, мило, договорились. Договорились встретиться. Покуш, Леночка, по диванам идёт. Встретится. Ну, а я продолжаю гулять. Наблюдать, как тут, как тут, Тё. Е-е-е-е. Ох, да. Хорошо вот так вот просто пройтись. Чё-то поразмышлять, подумать. А Леночка рассказала про ночь Махшеваратри, что там что-то готовится. Но самой ночи не будет. Будет только вечером и уже с самого утра. Ну, как бы хорошо, что вообще что-то есть. Хорошо хоть что-то устраивают. И это прекрасно. Глядишь, всё. Вообще-вообще прям придёт в норму. Вот это кафе. Мун. Хозяйка, по-моему, его продала кому-то в другом. Что-то тут теперь. Рамс. Китчин. Иди, какой петушок. Петушок, тап-тап-тап. Какой необычный. Хожу. Хожу, брожу, смотрю, как тут. Скоро. Скоро пойду вот на геррии желаний. Я уже сегодня записала прямой эфир. Рассказала дорогим зрителям, чтобы писали письма, кто хочет. Ну, я говорю, когда выйдет вот это видео, то, что я сейчас рассказываю, я не знаю. Скорее всего, я уже буду не в петопарте. Но кто его знает, на самом деле? Кто знает? Тут уже всё непонятно. Вообще всё очень... как-то становится смутно. Яночка ещё рассказала, что хотела отправить посылку в Россию. Маме, наверное. Ты чё? Говорит, всё, в Россию посылки не отправляются, даже в Фидекс. Сложим вот. Так что да. Ну, короче, это... Стараемся воспринимать всё стойко, равносно, не выбиваться из равновесия. Вот наша задача. Это такой, знаете, вот запах... Давно знаком. Я не знаю, как его писать, но он интересный. И вот опять запахи, они реально возвращаются в момент времени. Как будто опять в прошлое окунулось. Очень интересно. Ход на дерево желаний. Побой сидит. Вы уже прям тут сидите. и вы уже даже не там, не перед входом. Погода прекрасная, тепло. Даже ветерок небольшой. Всё вон. Хожу, снимаю тут для вас. Как тут дела? Всё прекрасно. Всё чудесно. И вот на самом деле вот опять мне пришла мысль. Вот Ирина тоже снимает, Леночка снимает. Но у нас всё настолько по-разному. Но настолько по-разному. Смотрите. Ну, смотрите только вот на того мужчину. Какой интересный. Вот я его встретила. Может быть, Леночка с Ириной не встретили. Всё по-разному. Пойдём на реку, посмотрим. Костром пахнет, слушайте. Что-то где-то вот развели. Ай, как-то чудесно. В прошлый раз, когда я видела реку, она была в каком-то более грустном состоянии. Она была мельче, и был мусор всякий. Сейчас почистили, смотрю. Молодцы, молодцы. Как красиво. Как красиво. Ну, правда. Услада для глаз. Маленький темп. Шеваленка маму найди. Очень красиво. Всё это вот с такой любовью, с такой вот заботой сделано. Магонишек. Прям восхищает вот людское внимание по всем этим мелочам, деталям. Что вот божество нужно украсить, обязательно предложить ему подношение. Очень классно. в общем, восторг. Ирики. 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 собачьи. Мужчина пришёл. Позвонил вот в колокольчик. Я не знаю, может, смотреть или что. Может, просто тусуется. Может, пуджи устроит. Может, пуджи устроит. Неизвестно. Чё-то делает. Прибирается. Не знаю, как вы, но я реально вижу в этом столько любви. Просто что-то вот тю-тю прибрать, подмести. Классно же. Возле храма дядя тоже прибирается. Всё-всё почистить надо. Круто. А тем временем уже почти пять часов. Так что можно возвращаться. Солнышко там виднеется. Подмигивает сквозь деревья. Идём обратно. Там маленький храм. Ганга Пхавани Тэмпо. Ну, знаете что? Один раз, когда мы тут были, я это, правда, конечно, не... Ну, я поснимала, но я не стала это на Ютуб выкладывать, потому что у меня просто было заблокировано. Они там отрезали голову сначала козлу или козине. Не знаю, что там было. Не присматривалось. И курица. Представляете? Вот так вот. Вроде мясо не едят, да? Мясо не купить. Но вот жертвоприношение здесь есть. Я помню, у Саши спрашивала, говорю, вот, а как, почему? Он говорит, ну, вот, да, есть. Есть такое. До сих пор есть жертвоприношение. Я была в таком шоке, на самом деле. Ну, как так? Как так-то? Зачем? Почему? Ну, такие обычаи. Такие обычаи, традиции. Не мне в них лезть и разбираться. Если так принято здесь, значит, значит, так вот оно есть. И, скорее всего, будет еще какое-то время. Пока такие традиции передаются с поколения в поколение туда. Куда ж от них денешься? Никуда. Если люди верят во что-то, если они думают, что им как-то поможет кровь козы, то она им поможет, я вам говорю, я вас уверяю. Ну, а мне может быть, что-то другое будет помогать. Вот эти домики-домики. С балкончиками. Красивые. Вот что-то. И я вот опять вспомнила, как мы тут вещи мои отправляли с Саши. Посылки, как я их потом ждала. На воспоминания. Холло-холло. Вот мне все инди... Ну, не все, но очень много индейцев машут на видео. Выходила из аэропорта, снимала. Но у меня не получилось, нет? Я подумала, что я снимала. Мы тоже махали. Сторис когда-то уже снимала, махали. Такие, блин, дружелюбные. Я, кстати, еще ни разу тут не пила уличный чай. Что за непорядок такой? Может, мамошница спросить? Может, у них есть чай? Вот это все. Вода до капусты. Какие красивые статуи. это все вручную делается? Это ж не машина. Вон там я. Фантастика. на любой вкус старый есть. топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ну-ка. Надеюсь, открыто. Если что, подожду. Нет, открыто. Ура. Решила сегодня покушать жареное с овощами Сторис показывала, где я завтракала И все спрашивали про котика Котик на месте Всем добра и сметаны Котик на месте Решила пока на Олечке подождать Спросила чай, чай есть Очень классно Вот тут вот я и посижу Готовы мои мамошки Сегодня решила жареное с овощами покушать Чай, кстати, большой стакан Достаточно такой Вкусный Со специями Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok